В Торе сказано, в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего семь дней. В суке, в кущах живите, дабы знали поколение ваше, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. В дни Сукот все улицы Иерусалима вдруг превращаются в зеленый сад от появления множества шалашей, украшенных яркими гирляндами, плодами и зеленью. А вечерами практически из каждого окна можно услышать веселые песнопения. Торжественно отмечался праздник Сукот и в общине царь великой славы в Иерусалиме. В дни Сукот прошла конференция «Дождь благословения». Сотни людей со всего Израиля и из других стран посетили конференцию, искренне радовались и принимали благословение Божие. Давайте помолимся все пророчески за народ наш, за Израиль! Давайте помолимся за Израиль просто сейчас! Давайте вознесем эту молитву пророчески за Израиль! Во имя Ищуа! Отец Небесный, мы молимся Тебе, чтобы Ты благословил Израиль! Господь, Ты сказал, что весь Израиль спасется! Отец, благослови народно! Пусть сила благословения придет! Отец, сила спасения придет! Во имя Ищуа, Отец! Благослови нас! Во имя Ищуа! У меня были очень приятные впечатления, я был рад участвовать на ободней конференции, хотя во второй день было людей меньше, но это было не менее благословенно. Слава Богу за нашу, за нашу церковь, которой уже исполнилось 7 лет! Аллилуйя! Я очень благодарна Богу и вообще нашему пастору и всем, кто организовал эту конференцию. Просто было чудесное присутствие Божие. И просто дух поднялся, и после этого хотелось, ну просто хочется служить Богу еще больше, чем служила раньше. Что мне понравилось в этой конференции? Это происходило, конечно, у нас в Израиле. Это происходило на Святой Земле. Это присутствовали очень много пасторов, которые приехали из разных стран. Приехали с России, с Финляндии и с многих других стран. Очень здорово было увидеть такое количество пасторов, такое количество лиц, которые мы привыкли видеть по телевизору, а увидеть их воочию, это было очень приятно. Была приятная и самая главная атмосфера, и была живая атмосфера, и хорошая такая духовная динамика шла. Я всегда люблю, когда проводят конференции у нас в церкви, потому что это единство, когда собираются много верующих, как одна семья. Это благословение для нас, и благословение для нас, как для членов этой церкви. Благословение для всех, кто приезжает. И то, что написано в Библии, сбывается, что евреи и неевреи собираются здесь, в Иерусалиме, поклоняться Господу и прославлять Его имя святое. Очень рад был присутствовать на этой замечательной конференции, посвященной и празднику Суккот, и семилетию церкви, и еще и двухлетию открытия Тибиен Израиль. Во-первых, первый день мы приняли множество людей, это говорит о том, что мы уже готовы делать конференции более масштабно. Также мне понравилось слово, которое там звучало, пастор тоже высвободил, могущественное слово. То, что сделал Олег насчет тука на второй день, это просто меня поразило, нехорошее слово, но настолько удивило, потому что именно в этот день я молился Богу и спрашивал у Него эти вещи, и я просил у Бога, чтобы Он посетил нас. И Господь пришел, это самое главное. Спасибо. Спасибо.